Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, очередное заседание за круглым столом. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить некоторые вопросы национальной политики. Я с удовольствием представляю участников нашего разговора. Константин Геннадьевич Яковлев, исполняющий обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела. Ольга Юрьевна Сергеева, заместитель председателя правления Чебоксарского городского отделения общественной организации «Центр русской культуры Чувашской республики». Владимир Павлович Седуйкин, председатель общественной организации «Мордовский культурный центр Чувашской республики». Акоп Володяевич Погасян, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России в Чувашской республике». И Азиз Магирамович Бадиров, председатель Чувашского республиканского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. В Чувашии полиэтнической республике у нас проживают представители более 120 национальностей, а если точнее 128, согласно последним данным. Кто-то имеет здесь глубокие корни, кто-то приехал сюда относительно недавно, кто-то живет здесь всю свою сознательную жизнь. Азиз Магирамович, Акоп Владимирович, у меня к вам вопрос. Почему вы выбрали именно Чувашию в качестве места для жизни в свое время? Я начну с того, что мы люди из советского периода, а в те годы, когда был Советский Союз, для нас раньше не было. Чебоксары, Москва, Ташкент, Казахстан, допустим. Это была наша общая Родина. Когда говорили нас тогда, что столица нашей Родины, Москва, мы с этим гордились, у нас оптимизм был. Вот сейчас вот этого, можно сказать, что я не вижу, нету. А вот тогда мы и гордились. И вот после учебы, после службы Советской Армии, вот решил приехать учиться в Чувашии, город Чебоксары. Соответственно, значит, я знал же, куда иду, где поступать. Поэтому это был Чебоксары. Приехал, поступил, закончил, работал. Ну, она так хорошо понравилась. Чувашии до сих пор с 80-90-89 года проживаем в город Чебоксары. Я думаю, что отсюда уже никуда не собираемся уезжать, потому что мне здесь чувствуем себя комфортно, как дома. Хотя бы говорят, что второго Родины не бывает, но я думаю, что в жизни бывает. Чувашии стал у нас вторым Родином. В итоге самый, я после этой советской времен, еще в будущем комсомоле, когда работал, мне направили в Смоленск. И мы подружились с чувашьей национальностью, Александром Виталием Михайловичем. Значит, на строительство мы работали. Подружились по сегодняшнему дня к дружим. И, честно говоря, самая большая причина, что я нахожусь сегодня в Чувашии, он... То есть в вашем случае все-таки основным мотивом была дружба? Конечно, конечно. А надо, дай Бог, чтобы у всех был мотив именно дружбы. Владимир Павлович, Эрзи проживает на территории Чувашии испокон веков, но, тем не менее, не являются здесь титульной нацией. Это как-то влияет на самосознание мордовского народа? Я всегда называю себя Мордвин Русско-Чувашский. Родился в Мордовском селе, в Русском районе и в Чувашской республике. И то, что мы коренной народ, мы коренной народ наряду с Чувашами, титульная нация наша 67,7%, а Чуваши у нас это только в России одна республика с такой мощной титульной нацией процентом, а татары, русские на втором месте, татары и мордва, что мы коренные народы, вот Чуваши. Но это не значит, что нам какие-то привилегии или что-то в каких-то вопросах. Мы со всеми вместе живем в мире, в дружбе, не возвышая себя и живем на том, в той плоскости, как надо жить в обществе. Я очень надеюсь, что все остальные представители всех остальных народностей думают и чувствуют себя точно так же в нашей республике. Константин Геннадьевич, каковы основные принципы национальной политики в Чуваши? Ну, я бы хотел, во-первых, поблагодарить всех наших руководителей национокультурных организаций за ту, такую плодотворную работу, которую сегодня они проводят. И действительно, надо отметить, что работа, во-первых, бесплатная, неоплачиваемая. Они люди, скажем, душой, то есть они очень берегут свои традиции народа, то есть язык, культуру. И тем самым же, объединяя наши усилия, мы сегодня действительно выходим на новый уровень наших взаимоотношений. И так надо сказать, что наша республика очень благополучная республика национальная. Вот. Ну, и, конечно, одна из государственных, скажем, национальной политики нашей республики это было, чтобы чувствовали все люди, несмотря на свои принадлежения к какой-либо нации, чтобы чувствовали комфортно, уютно. Вот это основная задача нашей задачи сегодня. Сделать все возможное, все условия, чтобы они действительно, вот как мои руководители говорят, то есть комфортно. Вот наша задача. А как вы относитесь к смешанным бракам между представителями разных национальностей? Я думаю, это именно тот момент, когда, наверное, сближает наши народы. То есть я отношусь к этому хорошо, потому что главное, наверное, все-таки это любовь друг к другу. В нашем, можно сказать, роду уже семь, можно сказать, с Чуваши. Вот в Ядринском, три дворные братья у меня проживают там все жены местные. Один в Подмосковье. Живут, понимают друг друга, нормально, проблем нету в семье. И так, да, разговаривать может быть хуже чуть-чуть, да, но все понимают. И с этой стороны, и с той стороны объясняют культуру, быт и так далее. Откуда родились, где родина, где начинается, где заканчивается, где мама, где папа. Вот, живут нормально. Человек, когда выбирает любиться, он не смотрит, какую национальность. Знаете, вон там чувачка или там азербайджанка или армянка, он просто любит. А что касается, она поможет или не поможет, сегодня я могу ответственно сказать, что, значит, сегодня в Чуваши основной, которые уже состоялись, которые живут, основная масса – это семейные браки. Азербайджанцы. Очень многие. И я не сказал бы, что, допустим, если и жена, и муж, скажем, азербайджанцы, она благополучная, чем это нет. Такого нет. Наоборот, это нужен для чего еще? Когда смешанный брак, и дети прекрасивые они, более умные. Я тут хотел бы сказать, все знают, вот Миша Григоря, народный художник Чуваши, смешный брак, жена, живут прекрасно, и Миша всегда гордится, что мне, говорит, моя жена сделал художником. Так что все хорошо. На территории Чуваши в настоящее время действует более 30 национальных культурных центров, в частности, Ольга Юрьевна, Центр Русской Культуры Чувашской Республики. Давайте вот на вашем примере узнаем, чем занимаются эти центры, какова их миссия. Ну, миссия достаточно широкая. Это поддержка представителей русской культуры. Правильно здесь было все сказано. Действительно, есть народы, которые исторически живут на этом пространстве, в Поволжье, так бы мы скажем. И у нас сложился тысячелетний опыт взаимодействия. И поэтому действительно вот те народы, которые были названы, они веками, тысячелетиями, как бы проникали в культуру друг друга. И в основном все это основывается на взаимном уважении. Потому что когда люди уважают, ценят, понимают друг друга, тут какие могут быть проблем, никаких нет. Потому что ценности общечеловеческие, они одни у всех народов. И в отношении к старшим, и в брачных отношениях между мужем и женой, и в воспитании детей у всех народов одни и те же ценности. И тут на этом, наверное, основывается вот это вот наше отношение. А какие-то проявления, допустим, национального характера, национальной самообытности. Этими вопросами занимаются центры, поддерживая, допустим, фольклорные какие-то вопросы, поддерживая творческих людей своих, устраивая презентации каких-то изданий, которые сдаются людьми творческими нашими, проводя выставки, устраивая встречу, работая с молодежью, поддерживая людей, которые сформировались как личности и вносят свой вклад в культуру нашей республики, нашего региона. Ну и также, возвращаясь в прошлое, например, история края, она богатейшая история отношений народов, освоения края, выходцев из нашего края, которые стали личностями знаковыми в российской истории и культуре. Я думаю, что вот этими вопросами я занимаюсь. Как вы считаете, что важнее для таких центров? Сохранять традиции, национальные культурные традиции, или же все-таки, ну как, знакомить представителей других национальностей с этой культурой? То есть интегрироваться в общее культурное пространство? Вы знаете, здесь, наверное, нельзя разделить одно от другого, потому что нужно и сохранять, и узнавать. Чем больше мы будем узнавать друг друга, тем меньше у нас будет проблем для каких-то недопониманий, для каких-то, может быть, конфликтов, для каких-то трений. Когда мы понимаем друг друга, у нас... Но при этом, если мы не будем сохранять свое, то, собственно, узнавать будет и нечего. Понятно, понятно, конечно, это все параллельно. Константин Геннадьевич, вот сейчас в Чувашии полным ходом идет подготовка к съезду народов Чувашской республики. В чем необходимость созыва такого форума? Да, действительно, 2 августа 2016 года, в соответствии с распоряжением главы Чувашской республики, Михаил Васильевич подписал такое распоряжение о проведении 10 сентября этого года съезда народов республики. Я считаю, этот СЕС станет очень масштабным событием этнокультурной жизни нашей республики. И качественно переходим мы, наверное, в новый этап многонационального движения республики, который окажет существенное влияние на ход реализации республики, о чем мы говорили, в национальной политике. То, что СЕС впервые, во-первых, мы проводим такой, здесь будут представлены все народы практически. Те, по которым проживают наши республики. На сегодняшний день, по переписи, 128 национальностей нашей республики. Задача, конечно, съезда, прежде всего, это объединить все наши национальности, в которые люди проживают, едины, целы и одну семью. То есть, такие вот, это, ну, можно сказать, сугубо такие слова, но все-таки, я считаю, это большая семья. И задача съезда – выработать дальнейшие действия. Не просто сама государство только предлагал свои действия, чтобы обсуждение той национальной политики подключили все люди, все народы. Вот, потому что этот национальный, вот государство национальной стратегии, наша республика, она как раз предполагает, вот о чем я говорил, значит, поддержать всех, всех людей, чтобы люди чувствовали себя комфортно, развивали свою культуру, свой язык и традиции. А что такое дает нам съезд? Проводят такой масштабный съезд, предполагается создание ассамблеи народов нашей республики, где будет выбран, значит, совет, ассамблеи, президиум. То есть, на съезде будет обсуждаться вопрос как раз создания ассамблеи. Да, это будет такая юридическая организация, которая будет объединять все национально-культурные организации нашей республики. Вот, это дает новый импульс развития наших национально-культурных организаций. Выработан будет, есть уже конкретный план реализации, то есть, предполагаем создание дальнейшей, значит, это будет свой дом дружбы, вот, будет воскресная школа, где даже молодостиственные народы могут обучать своих детей к языку. То есть, это очень важно. И мы, как государственные органы правительства, будем делать все возможное, чтобы внедрить вот этот процесс в нашей жизни. И, наверное, вот в самом съезде, я думаю, еще много будет вопросов, которые, есть вопросы, которые сегодня мы не реализовали, то есть, по каким-то либо субъективным причинам. Мы хотели бы нам услышать каждого, каждого человека, то есть, который представляет национальный состав нашей республики, их предложение, чтобы мы использовали в дальнейшей своей работе. Ну вот, давайте начнем этот разговор прямо сейчас. У нас представители нескольких национальностей уже есть. Поэтому у меня вопрос ко всем присутствующим. Что, на ваш взгляд, необходимо, возможно, изменить и, возможно, привнести новое, дополнить в национальной политике? Я думаю и представляю то, что глава республики принял решение провести съезд народов Чувашии. Это в последние годы или там десятилетия самое такое серьезное решение в области национальной политики нашей республики. Да, мы не представляли, я вот уже в серьезном возрасте, я не представлял, там, на разных должностях работал, кто со мной какой национальности работает. Это как бы само сообразумение, мы работали, этот, выполнять такую работу, такую работу, а кто он по национальности, ну, на это и не обращали внимания. И причем не акцентрировали, вот, внимание, там, ты там, Марьдвин, ты Чувашин или азербайджанец, а мы все работали и должны и на сегодня на благо дела, дела экономики, там, социальных вопросов, решения. Ну, я полагаю, что вот как раз вот эта концепция не поменялась и по сегодняшний день. У нас не принимает на работу в национальном признаке. И вот самое, я говорю, и так же надо продолжать. И цель это в этом такту, чтобы мы благополучно жили. Вот, как Александр Геннадьевич сказал, это вот ассамбляя будет создана. Я так представляю, это серьезный орган, юридический орган. Вот в недавнем прошлом я попросился на прием главе города Чебоксар, Леонид Ильичу Черкесову, по вопросу факультатива. В одной из школ города Чебоксар начать преподавать, пусть факультативно, мордовский язык. Он собрал своих подчиненных. Ну, эти, наверное, правильно сказали. Говорит Владимир Павлович, ну, ты представь себе, если в школах мы будем открывать факультативы, у нас сколько национальностей скажут, так, мордвам открыли. 128 факультативов, да, я боюсь, что это будет слишком серьезное нагрузка для программы. А почему бы нам? А вот сегодня этим вопросом будет заниматься ассамблея, президиум, там лица, и воскресную школу, она нужна. То есть в каком формате это будет более удачно? Зачем это нам надо? Наверное, может на сегодня и большинство скажет, зачем это надо. Но есть же люди, которые хотят, чтобы там мордва, чтобы знали, там, внук знал, там, мордовский язык, там, эрзи или там мокша. Вы знаете, действительно, ассамблея, как единый такой орган, я думаю, что необходима. Действительно, есть вопросы, которые нужно какому-то органу решать с нашими властными структурами, чтобы не каждый из нас ходил и чего-то там добивался. Но вот здесь вот хорошо прозвучал вопрос. Вопрос о таком понимании, ну, будем говорить, благородном, что ли, понимании национализма. Но вот сейчас в стране, и поскольку я представляю еще и научное сообщество, зарождается такое направление, как не только представление себя, своих корней, своего языка, языка дедов, как уже было здесь сказано, но еще и формирование патриотизма. Вот мне очень понравилось на одном из наших организационных собраний, наши представители чеченской диаспоры хорошо сказали, мы все россияне. И вот это вот наше и как бы национальное, и наше единое, оно должно идти развиваться параллельно. И я думаю, что этому может помочь какие-то наши совместные проекты. Вот, например, у нас уже много лет проходят праздники, связанные с единением народов, которые исторически объединились и в смутное время вывели Россию из, так сказать, состояния распада или полураспада, когда все народы, когда представители Поволжья, представители казахских степей, все они объединились, вот эти самые ополчения во главе с Минином и Пожарским, и освободили Москву, и потом на земском собрании решили, как же дальше нашей стране жить. И вот такие вещи, они объединяющие вещи, я думаю, что они тоже должны проходить, и я думаю, что ассамблея будет этому способствовать, чтобы наша молодежь чувствовала себя и представителем своего народа, и в то же время представителем нашей огромной страны. Без этого наша страна просто не сможет развиваться. Ну да, язык культуры все-таки это самый доступный и самый понятный всем язык межнационального общения. Понимаете, титульные нации, которые проживают исторически из ГИС, они вот этот момент и, может быть, не так понимают. А вот маленькие народы, которые мы, допустим, азербайджанцы, другие, да, которыми приехали сюда недавно, вот, хотим ей показать свою культуру, изучать местные обычаи, как сказали, они друг с другом связаны, но мы никак не должны и то, и то забывать. И когда все будем знать, тогда и будем одно целое. И вот с этой стороны нам труднее. Вот я помню, когда мы открывали воскресную школу, вот сколько бегали, туда в школу надо ходить, договариваться, предподавателей платить, а сейчас везде на коммерческой основе просто так ничего не бывает, да. Вот мы у нас какой-то полгода, семь месяцев мы смогли выдержать, потом упал, распал. И также концерты, надо сходить, опять же договариваться, просить, чтобы уменьшить, опять же, все на коммерческой основе. Вот эти все трудности, вот ЧСС у нас, дай бог, отдельно спасибо главе республики и вам, Константин Геннадьевич, отдельно спасибо. Если мы сможем создать то, что начали вы, это для нас будет огромный-огромный плюс, как будто 50% нашего, то, что мы делаем, трудились, у нас с наших плеч упадут. Там будет и школа, как сказали, и воскресная школа, факультативы. И самое главное, мы будем вместе. Все вместе, самое главное. Во-первых, я читал бы вот то, что вот сейчас у нас будет связь, это исторически. Мы вот здесь все говорили, значит, Чувашская республика, она всегда была комфортно, проживали всех национальностей. Ну вот за 27 лет, вот, если, скажешь, если не совру, да, значит, хотя бы 2-3 раза глава республики, значит, с нами встречается в год. Если мы читаем до этого, честно говоря, этого практически, может быть, года один раз, или 2-3 года один раз, руководитель республики нас собирал. То есть, это здесь важно, что заинтересованы руководители республики. А то, что я собираю, мне очень хотелось бы, чтобы она не оставалась бумаги, она работала, и для этого все почвы есть. Потому что у нас стабильно, у нас нормальные, есть люди, понимающие, которые, имея в виду, даже чиновники понимают, это самый главный вот этот фактор, когда руководители, значит, республики, государства понимают, что это всегда она была, история, где бы какой-то республика, что-то, она всегда была национальной почвы. Это самый опасный. Сегодня мы знаем, мы тем более больше всех знаем, что это такое. Поэтому, не дай Бог, этого не было, я думаю, что никогда не будет. Но чем ждать, когда будет, лучше сегодня, речь идет о разногласии, какие-то проблемы и так далее, и проводить больше мероприятий. Ну, собственно говоря, будет или не будет, зависит от нас. Конечно. Все от нас. Мне бы хотелось просто привести слова Гильвеца. Он говорил о том, что любовь к Отечеству совместима с любовью ко всему миру. Народ, приобретая свет, знания, не наносит тем ущерба своим соседям. Напротив, чем государство просвещеннее, тем больше они сообщают друг другу идей, и тем больше увеличивается сила и деятельность всемирного ума. Очень бы хотелось, чтобы в нашей республике, во всей России и в мире в целом, все бы придерживались именно этой заповеди. Спасибо вам большое за участие в нашем разговоре. Я надеюсь, еще не раз встретиться в эфире национального телевидения Чувашия. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова